Привет всем фанатам мира Ведьмака Анджея Сапковского. Если вы тоже, так как я, не можете уже дождаться, когда наконец покажут первые серии сериала от Netflix, у меня для вас отличная новость. Возможно, часть из вас уже знает, что поляки снимали свой собственный фильм по мотивам саги «Ведьмаке» с Анджея Сапковского. Для тех, которые не знали, скажу, что это очень крутой проект и снятый фильм тоже будет очень крутым. Уже 30 ноября можно будет посмотреть их творения. Ссылочки на их Facebook, на YouTube проекта, и где можно будет посмотреть фильм, оставляю в описании под этим фильмом. Спустя полвека поэзии, потому что такое название в русской версии фильма, в событиях, происходящих именно спустя полвека после окончания саги Анджея Сапковского про Людмака Геральта. Некая молодая чередейка в фильме похитила альманах известного чередея прошлого, Алзура. На ее поиски отправляется известная чередейка Трис Мерригольд, которая в пути встречает барда Лютика и Ламберта, «Ведьмака» из школы Волка. Мне кажется, что объяснять, кто такой Ламберт и Лютик, нет надобности. Добавлю только, что главную роль Ламберта исполняет польский актер театра Марью Женджек. Это очень хорошая новость. А Лютика, тот же самый актер Збигнев Замаховский, который некогда исполнял эту роль в первом польском «Ведьмаке», если вы не смотрели, обязательно тоже посмотрите, там был фильм и сериал, кстати тоже, в котором играл Михаил Жебровский, тот же самый актер, ставший образцом лагерата из серии игр про Ведьмака. Фильм снят на основах нон-профит, что обозначает, что все люди, ответственные за создание этого шедевра, не получили денег за свой труд и усилия. Думаю, что стоит поблагодарить их и желать им успеха в новых проектах. Надеюсь, что снимут не один фильм и что в будущем появятся спонсоры, которые помогут им в их начинаниях. Скажу, что мне не понравилось. Что мне не понравилось, это перевод. Если вы еще не знаете, к сожалению, 30 ноября будем смотреть фильм с субтитрами, которые, как я подозреваю, будут не слишком-то и хороши. Вот посмотрите только, как перевели название фильма. Полвека пишется ведь слитно. Слитно ведь, а не раздельно. Если уже в самом переводе название фильма такой прокол, то мне кажется и у меня такие опасения, что перевод будет плохим. Конечно, надеюсь, что это не так. Но все-таки, если перевод будет плохим, то мы не сможем получить таких же впечатлений, как польские зрители. Будут потеряны разные смыслы, шутки и так далее. Надеюсь, что это не так. Почему я так насторожен к русскому переводу разных польских проектов такого типа, где люди работают бесплатно? Вот, например, есть такой проект, как История Хориниса. Поляки создают мод на вторую готику. Кстати, я этот мод тоже ждут с нетерпением. Ссылочка на описание и на страницу проекта я оставляю в описании под этим фильмом. Что не так с переводом этого мода? Уже по описанию игры на русском языке, на их главном сайте, можно найти кучу ошибок. Ну почему так? Если бы попросили, я бы им помог в этом деле. Шутка. Ну помог бы же. А то, что мне особо понравилось уже на данном этапе, когда я еще не посмотрел этот фильм, это прежде всего славянские мотивы, которых так будет нам не хватать за просмотром нетфиксовской версии «Ведьмака». Отличные актеры. Уверен, что музыка, место, в котором они снимают это все и так далее, будет очень-очень на высоком уровне. Увидите, что потом еще будет много роликов, где будут сравнивать польскую продукцию и нетфиксовскую продукцию и будут говорить, что польский фильм намного лучше. У меня это все. Смотрите 30 ноября «Ведьмака». Обязательно посмотрите, ведь этот фильм будет очень крутым. Всем пока!